Привет, друзья! Ну вот и прошла конференция Sony, на которой, как я и говорил в своем последнем ролике, во-первых, показали геймплей Спайдермена, а во-вторых, объявили релизную дату. Ну, как объявили? Когда-то там, в 2018 году. Итак, давайте же наконец-то обсудим геймплей и, может, сделаем какие-никакие выводы касательно будущего проекта. Но перед этим минутка рекламы, друзья мои. Подписывайтесь на канал Аллея Мульт Ностальгии. Тут вас ждет много годноты, обзор мультов фильмов 90-х и нулевых, канал разноплановый. Автор не забывает и про современное кино, новости, факты и многое другое. Контент на канале добротный и ждет одобрения с вашей стороны. Если ты рос на мультах 90-х, то тебе определенно сюда. Поможем автору набрать аудиторию, ссылка в описании. Ну, а теперь возвращаемся к Паучку. И для начала хочу сказать одну вещь, которая, на мой взгляд, с одной стороны очень кратко, а с другой очень хорошо описывает этот геймплейный отрывок. По своей зрелищности он уделал все фильмы о Человеке-пауке вместе взятые. Об играх даже не стану говорить. Ну и он лично мне вновь доказал, что когда дело доходит до экшена, то игры разносят любое кино в пух и прах. И да, как вы уже поняли, начать я хочу именно со зрелищности показанных сцен. Ну, друзья, это надо видеть. Местные кат-сцены и моменты могут надавать леща любому Uncharted'у. Моменты, где паук ловит падающий кран и останавливает летящий вертолет, это что-то с чем-то. По креативу и своей необычности это уровень сцены с поездом из второго паука. Но помимо зрелищности во внутриигровых роликах, тут у нас красота и в боевой системе. Во время драк главным оружием Спайди является его паутина, и именно на ней построены большинство запоминающихся моментов. В целом же заметно, что разработчики нехило так вдохновлялись Аркемской серией. Игры про Бэтмена по геймплею не шибко отличались друг от друга, и чтобы хоть как-то обновить боевую систему, Рокстеди в последней части добавили взаимодействие с окружением. Когда Бэтмен мог вдолбить врага в какой-нибудь предмет, или наоборот, метнуть в противника чем-нибудь потяжелее. И Инсомниак также взяли эту фишку с интерактивным окружением и добавили в свою игру, и у них, судя по этому отрывку, все весьма хорошо с этим нововведением. Опять же, здесь решает зрелищность, которой тут не занимать. Однако, с другой стороны, в новый проект также перекочевали вещи и из последних игр о Спайди, которые те перекочевали из игра Бэтмени, а именно эти противники-здоровяки, которых надо колотить по полчаса. Ох, как же я это не люблю. В остальном же битвы выглядят уже до боли знакомыми. Опять удары и контрудары. Конечно, стоит подождать первых отзывов людей, которые на Е3 в Паука лично поиграют, но что-то мне подсказывает, что все бои опять построены на трех кнопках. Удар, никаких различий между ногой и рукой, просто долбей одну и ту же кнопку, кнопка уворачивания, и вот теперь, боже ты мой, нововведение, использование паутины в бою. Опять ничего нового. Хотя раньше в играх о Спайди были различия между ударами руками и ногами, куча разных способов использовать паутину, а теперь все они перекочевали во всякие спецприемы и прочую гадость. Теперь о полетах на паутине, и тут, как и со зрелищностью, я буду говорить только хорошее. Разработчики смогли сделать так, что я почувствовал всю их реалистичность через экран монитора. Ты видишь и ощущаешь всю их тяжесть. Паук тут не летает на паутине со скоростью Соника, как в НЧП-2, и не метается из стороны в сторону. Все сделано максимально плавно. А долгое раскачивание на паутине как раз и создает этот эффект реалистичного полета. И говоря о самом пауке, тут у нас по образу попадание в десятку. Постоянные шутки. Какая-то доля неуверенности в себе и желание спасти всех и вся. Кроме того, разработчики сами вставляют неплохие шутки вроде этой, которые отлично играют на создание нужной атмосферы и тона, тона приключения Человека-паука. Ну и последняя вещь, о которой я хочу сказать, и которую я хочу задеть, это не такая уж и важная деталь, но все-таки интерфейс. Извините, но он ужасен. Такое ощущение, что его просто скопировали из игры по НЧП 2, но ё-моё, там-то бюджетом была сдача из пятерочки, а у вас тут не один десяток миллионов долларов. До релиза еще год, а если учесть огромное количество игр в начале 2018-го, то я так и вовсе поставлю, что Паук выйдет осенью. Поэтому до этого срока переделать интерфейс успеет любая команда, а уж та, у которой есть такой бюджет, как тут и подавно. Что же, теперь давайте подводить итоги. Так как нам пока что ничего не показали и не рассказали об открытом мире и его устройстве. По сути, не дали никакого намёка, о чём будет основная сюжетная линия. А поверьте мне, там для нас готовят много всего интересного. Например, что будет очень много мирных моментов за Питера Паркера, и не таких, как в НЧП 2. И что Паркер тут будет главным героем, а не сам Паук. И что вообще весь сюжет, как и в фильмах, будет раскрывать тему большой силы и великой ответственности. Но, возвращаясь к уже показанному, нам дали только заценить простые вещи, вроде боёвки, полётов и не совсем простые, наподобие катсценок. То давайте вот только их и оценим. А строить долгосрочные прогнозы о том, какая это будет игра, будем когда-нибудь потом, когда нам расскажут больше информации. Но, на данный момент, мы имеем отличный образ непосредственно самого Спайди. Взаимодействие с окружением во время битв, классические и уже привычные драки с привычными приёмами и врагами, крутые полёты на паутине, сделанные по всем законам физики, и потрясающего качества катсцены, которые поражают своей зрелищностью. На этом пока что всё. Обязательно напишите в комментариях, как вам этот игровой отрывок, и что вы о нём думаете. Ну и конечно, подписывайтесь на мой канал, инстаграм, и вступайте в нашу группу в ВК. Всем удачи и пока!